А сейчас, отвлекаясь от пассивной гомофобии, я с удовольствием представляю слово Дмитрию Радышевскому, доктору философии, автору известной книги «Универсальный сионизм». Чуть позже я скажу о «Неуниверсальном сионизме». Пока, пожалуйста. Добрый вечер. Я всегда привожу нехитрую метафору о том, что храм – это сердце земли Израиля, и сердце еврейского народа. И развивая эту метафору, когда части тела не получают качаемую сердцем кровь, эти органы и части тела начинают болеть. Все секторы и колена современного Израиля можно сравнить с различными органами живого организма. И очень малое количество органов, вероятно, только поселенческое движение, имеет живую связь с храмовой горой, с идеей храмов, и получает живую духовную кровь, которую качает сама эта идея. Остальные органы и части тела организма современного Израиля, они эту духовную кровь не получают, и они атрофируются. И задача вместо встречи других организаций, занимающихся, стремящихся к восстановлению храма, это задача микрохирургов, которые раскукоривают эти кровеносные сосуды, которые связывают различные органы народа Израиля с сердцем. Так вот, надо всем организациям, которые этим занимаются, и нашим друзьям из места встречи расширять свою сферу деятельности и стремиться к тому, чтобы светские школьники израильские начали приезжать на экскурсии на храмовую гору. До тех пор, пока Министерство просвещения, Министерство образования не займется тем, чтобы были школьные экскурсии израильских школьников на храмовую гору, мечта о восстановлении храма останется очень далекой. Пока наши дети не начнут мечтать о храме, ничего не сдвинется. Кучка энтузиастов среднего и старше среднего возраста это замечательно, но очень-очень мало. При этом арабы целенаправленно, планомерно и, видимо, давно и организованно возят экскурсии своих школьников на знакомство с Алякси. Каждый раз я вижу в старом городе колонны школьников в зеленых кепочках исламского движения с Аляксой под руководством своих мудряхов, учителей, марширующих на храмовую гору. Более того, видимо, это широкое движение, которое мы не знаем, их возят на знакомство по всей стране с якобы мусульманскими святыми местами, которые находятся на территории самого Израиля. Например, в Инкаре там источник Бирья, но там маленький минарет, который мы по великодушию в свое время не снесли. Так вот, я недавно видел, туда приехали автобусы с мусульманскими школьниками в зеленых хамасовских кепочках и там учителя рассказывали, что вот, значит, это видимо, о том, что надо это и вернуть. Поэтому сейчас у нас наши взяли Министерство образования надо внедрить в сознание беды за необходимость организовать, начать организовывать школьные экскурсии израильских школьников на храмовую бодру. Я считаю, что это задача номер один. О том, чтобы они знали, что это сердце Израиля. И задача их будущего, чтобы это сердце свободно качала кровь духовную по всему Израилю. Но мое краткое выступление означено в программе изнавистных программах как реклама храма для народов. Следующим, если первым этапом для нас является объяснение юному поколению израильтян почему нам необходим храм. Вторым этапом или параллельно является объяснение народу почему им необходим храм. До тех пор, пока это будет нашей домашней радостью, храм не будет восстановлен. Вы знаете все эти митроши, что раз все народы принимали участие в разрушении храма, потому что в легионах римских служили представители 70 народов, то все народы примут участие в восстановлении храма. Поэтому народы должны наполниться энтузиазмом и духом Божиим и захотеть восстановление Иерусалимского храма. А мы не можем сейчас касаться других религий, я кратко касаюсь только ислама и христианства. про ислам у меня есть писатель Израиля вождь арабского мира, оно стоит на сайте места встречи, там об этом о мусульманском сионизме сказано довольно подробно. Существует достаточное количество произраильских сур, которые не используют наши аспара совершенно. когда, например, мы бомбим газом, то вместо листовок, которые предупреждают, что надо уходить оттуда-то и оттуда-то, надо на арабском, эти листовки должны говорить на арабском, что вот такие-то суры из Корана говорят о том, что вы еретики и нарушаете слово Аллаха, который сказал, что он поставил сынов Исраила, Бану Исраил превыше всех народов и выше всех миров, и что он привел их в их землю, и теперь за то, что вы нарушаете волю Аллаха, на вас с неба падет его гнев. Наши аспара совершенно этим не пользуются, это огромная ошибка. И есть сура, я не помню, как дословно наизусть, о том, что когда я верну Бану Исраил в их землю, то мы придем вместе с вами, с ними смешанной толпой поклониться. А куда они придут поклониться? Они придут поклониться на храмовую гору, они придут поклониться восстановленный иерусалимский храм. Таким образом, мусульмане, которые препятствуют восстановлению евреев и храма, подкрытую препятствуют осуществлению воли Аллаха. Торжество воли Аллаха мешает отсутствие иерусалимского храма. На самом деле, я не хочу опять пересказывать содержание вот этого эссе Израиля, может, арабского мира, призываю прочесть тем, кому интересно. Короче, Аллах это сионист, и Коран это убедительно доказывает. Поэтому слоган, который должен быть на арабском, подкрепленный сурами и хадисами, о том, что Аллах требует восстановления иерусалимского храма. Если озаботиться, среди израильтян огромное количество специалистов по Корану. Среди израильтян большое количество креативных людей по Азбаре. им надо объединить усилия проводить Азбару кораническую, потому что любая светская Азбара, которая не пользуется языком сур и Корана, обречена на полный провал. Арабы это не воспринимают. На каком бы красивом арабском языке это не было сказано. Апеллировать это конфликт религиозный, и апеллировать надо к их религиозному сознанию. Это совершенно реально и возможно религиозный конфликт с мусульманским миром решить религиозными способами на религиозном языке, на кораническом языке. Ведь они сражаются на самом деле за освящение мира, за такое сатанинское искажение всей этой идеи и так далее, но они сражаются за святость, за которую сражаемся и мы. Только дьявол, что такое дьявол? Дьявол не делает противоположное Богу, он делает то же самое, что делает Бог, только извращенным способом. Получается сатанизм. Поэтому наша задача как бы использовать это, не переломить эту энергию, это невозможно. Религиозное отлежение исламского мира переломить невозможно. Можно только пустить в мирную русскую и объяснить, что восстановление Израиля, восстановление храма, это и есть шаг к торжеству воли Аллаха и к торжеству правоверных, лидерами, которые являются евреи. Это необходимо и возможно. Я очень ограничен регламентом, поэтому я пытаюсь два слова втиснуть достаточно большую. И теперь о христианах. Вы знаете, что есть слава Богу миллионы христиан-сианистов, евангелических христиан, при которых восстановление Израиля это самый безусловный знак истинности Библии и исполнения всех библейских обетований. Если Всевышний сдержал слово свое обещание о том, что Израиль будет восстановлен, значит, он сдержит и остальные обещания и значит, их вера правильна. Поэтому для них восстановление Израиля это колоссальное определение веры. А восстановление Израиля не полно без восстановления храма. Поэтому христиан-сианистов и евангелических христиан, в смысле для них рекламировать необходимость восстановления Иерусалимского храма особо нет необходимости, они тоже в это верят. Но помогать им в том, чтобы они ознакомились со всей проблематикой вокруг храма необходимо. Израильских друзей-христиан надо привлекать в борьбе за восстановление храма. Не все из них понимают, они знаете, очень много помогают Израилю, очень много жертвуют на Израиль, направить эти поджертвования и эту помощь и их политическое лоббирование в сторону самого больного, самого центрального вопроса восстановления храма. Это тоже задача тех, кто борется за храм. И те, кто общается с православными, последнее слово, среди православных популярен миф о том, что вот в третьем храме воссядет Антихрист и поэтому этого надо бояться. Я вас упомяну, я уже покажу, что загругляться. почитайте на интернете, это все миф, этого нет в Евангелии, этого нет в Новом Завете, это все какие-то православные апокрифы, которые легко разбить аргументами, опирающимися на Евангелие. Поэтому реклама храма среди мусульман и христиан это первостепенная задача, если мы хотим, чтобы храм был на стороне. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ